Московская губернская универсальная библиотека при поддержке Министерства культуры Московской области в эти дни проводит первый областной фестиваль детских писателей и поэтов «Край мой любимый». Честно так встречается, особенно в современном мире, что дети не знают писателей и поэтов, тех, чьи книги они читают. И вот этот фестиваль – огромная возможность познакомить и тех, и других друг с другом, чтобы дети видели людей, которые творят для них. Современная детская литература в Подмосковье развивается настолько быстро и стремительно, что мы не успеваем отслеживать даже тех писателей, которые вступают вновь в анестезию творчества. У нас приняло участие в этом фестивале более 61 писателя и поэта. Всего же творит на территории Московской области, по нашим данным, более 150 человек. Но это те, которых мы знаем лично. В течение пяти дней своими рассказами и стихами с детьми делятся 60 авторов и 80 творческих коллективов. Руководители литературных объединений Подмосковья, лауреаты литературных премий и конкурсов. В Сергеев Посад на встречу, которая проходила в актовом зале школы номер один, приехала писательница Зинаида Кокорина. Очень люблю писать о животных. О животных, о путешествиях различных много. И для совсем маленьких, особенно для малышей таких, дошколят. Провожу много утренников и в Москве, и в Подмосковье, и в нашем городе Королеве. Встречи с читателями дают, конечно, душевный подъем, молодость души. Ну и желание творить, писать, потому что, конечно, душа всегда кипит, когда общаешься с детьми. Кажется, молодеешь, даже сам молодеешь. И хочется, хочется писать, писать, писать. Писать для детей непросто, считает руководитель Сергеева Посадского литературного объединения свиток Галина Ключникова. Сложно прежде всего, потому что писатель должен сохранить в самом себе маленького ребенка, своего читателя. У меня одно время не получалось писать для детей, когда свои были маленькие. А потом, когда появились внуки, я как бы сама окунулась в мир детства, и у меня полились детские стихи. У меня сейчас написано около 400 стихотворений для детей. Причем для детей от самого маленького до среднего возраста. Это именно детские стихи, я уже не говорю о пейзажной лирике. Авторы детских произведений рассказывали школьникам занимательные истории, читали свои стихотворения и загадывали загадки. Что такое лето? Чудная пора, радость, рассвета, солнце и жара. Лето – это море. Отдых всей семьей на морском просторе воевать с полной. Сбрызгались прибоем. А когда с тобой свидетство надумное, ты вообще герой. Если села на диету, ешь морковные конфеты, а конфеты виноград, за тебя я сломаю страх. Лиза в зеркало глядела и решила, нет, не тело так, не буду измурять. Буду кушать все опять. Благодарные слушатели, в свою очередь, тоже подготовили гостям подарок. Ах, как здорово мечтать, над землей с орлом летать, осмотреть леса, поля, хороша моя земля. Если чайкой притвориться, можно в море опуститься, покачаться по волнам и причанить по островам. Помимо выступлений детских писателей и поэтов, для гостей была организована выставка-инсталляция литературы о Подмосковье и Сергеевом Посаде, а также выставка детского творчества. Организаторы литературного праздника постарались, чтобы этот день стал для школьников настоящим сюрпризом. Первый областной фестиваль детских писателей и поэтов «Край мой любимый» проходит в эти дни и в других городах Подмосковья. Завершится он в субботу, 21 сентября.